Совместные проверки организаций и предприятий на предмет выявления нарушений трудового законодательства проводятся регулярно и всегда без предупреждения. Естественно, что это вызывает недовольство руководителей. У меня их с собой нет. Мы их не держим здесь. Где они? В офисе. Давайте проедем в офисе, посмотрим. Почему в офисе он должен быть? Я сейчас не молдую. У меня другие планы по работе. Вы меня не предупредили. Понимаете? Вы отказываетесь? Нет, не отказываются. В некоторых случаях проверяющим приходится прибегать к помощи наряда полиции. Вот только бизнесмены недоумевают, почему именно их предприятие было выбрано. Ведь последняя проверка, которая была меньше месяца назад, нарушений не показала, уверяет отец одного из предпринимателей, который приехал на подмогу к сыну. Буквально полмесяца назад проверяла налоговая инспекция. Все документы им предоставляли. Это один... Они правильно сделали. Предварительно позвонили, сказали, вот столько-то мы приедем, подготовьте такие-то, такие-то документы. Мы подготовили, они пришли, посмотрели, сказали принести копии и уехали. Но, со слов представителя налоговой инспекции, предприниматель немного лукавит. И нарушения все же были. Именно это и послужило одной из причин внеплановой проверки без предупреждения. В течение месяца мы посещали именно Шакирова Дамира Маратовича. И у него было два сотрудника на момент осмотра, по которым он предоставил трудовые договора в налоговой инспекции. Но в трудовых договорах зарплата была ниже прожиточного минимума, что послужило для совместной проверки с органами прокуратуры, Минтруда, администрации. Что же касается отказа предоставить необходимые документы, представитель малого бизнеса говорит, что такой возможности нет, так как ответственный человек в отъезде. И если бы их предупредили, то они смогли бы подготовиться заранее. Но суть проверки заключается во внезапности, которая не дает возможности составить договоры, которых не было, задним числом. А это прямое нарушение прав работников. В случае отсутствия документов уже принимаются меры воздействия, предусмотренные целью официального трудоустройства работников и защиты их прав. Проверка объектов проводится выборочно, конкретных объектов нет, но по мере возможности будем проверять больше. В ходе совместного рейда проверяется наличие официального оформления трудовых отношений с работниками, а также размер заработной платы, которая не должна быть ниже установленного МРОД. На сегодняшний день для работников реального сектора эта сумма составляет 6900 рублей, а для бюджетников 6204 рубля. В случае нарушения на работодателя будет наложен штраф. На данный момент не все собранные материалы проверены, и поэтому говорить о случаях нарушений пока рано. Марина Медвинская, Валерий Зазулин, информационная программа «Ежедневник».